Микс Ньюс Сегодня в нашей студии председатель правления Латвийской Ассоциации Международных Автоперевозчиков Латвияс Ауто Александр Поцелуйко. Здравствуйте, добрый день. Я Александр Черкасов, член правления. Александр Поцелуйко Приболел. И вот как раз Александр Черкасов исполнительный директор Латвияс Ауто и Председатель совета Латвияс Ауто Аркадий Прайс. Очень приятно. Утро на Болкове Вот, слушайте, Брекзит, пакет мобильности и контрольный выстрел в коронавирус. Да, я понимаю, ситуация, в общем-то, достаточно серьезная в отрасли. Вы же начали свою заставку с собором Парижской Бокоматери, да? Как он был в огне, так и наша отрасль в огне. Что, если говорить прямо вот про сегодняшний день, потому что мы каждый час, каждый день у нас новые какие-то сведения. И что на сегодняшний день? Мы знаем, что отменены все пассажирские перевозки. При этом господин Линкетт, министр сообщения, и сегодня с утра тоже на латвийском радио наших коллег говорил, что грузовые перевозки вроде как остаются, но при этом там Польша-Литва уже граница, какие-то проблемы, заторы. Что вот, если по последней информации, действительно ли это так, не отказываются? Грузовые перевозки не останавливаются, потому что все-таки все запреты на границы пока действуют именно по пересечению гражданских лиц и все такое, потому что, если вы сами понимаете, остановить транспортные перевозки, да, то то, что делалась паника в магазинах, она будет действительно оправдана, потому что логистика была, есть и остается, как бы, ну, той кровью, которая сосуды все снабжает, да. Единственное, что мы, наверное, будем возвращаться в этой беседе к этому вопросу. Мы уже не просим, а как бы хотим требовать, чтобы наше правительство все-таки дало какое-то разъяснение, да, как она будет помогать этой отрасли, да, потому что у нас есть, можно сказать, печальный опыт 2014 года, когда ввелись санкции нашей отрасли, которая тоже очень сильно пострадала, ну, никаких поблажек мы не получили. Тогда отрасль не признали виновной ни в чем, ну, потерпевшей невиновной, потерпевшей, просто проигнорировали и все, и количество грузовиков и разоренных компаний, оно, ну, зашкаливало, и на тот момент было более тысячи членов Латвия Саута, на сегодняшний день там цифра скатилась до 390. Нас тогда так пощипали, и люди, которые уже пережили тот кризис, они сейчас находятся в последующем шоковом состоянии. Но основа всего, да, что когда это случается, потенциально мы нормально, государство должно реагировать, что остановить банковские платежи. И государство может себе это позволить, дать рекомендацию банкам, не отбирать и не уничтожать компанию. То же самое, что сейчас. Мы ждем разъяснения, что меры по предосторожности все приняты, а меры по обеспечению жизнедеятельности компании, которая обеспечивает рабочие места, ее нету. Ну, как таковой. То есть мы ждем уже вот, ну, во вторник, по-моему, было принято решение о закрытии границ. Вот, и ни к банкам, ни к службе госдоходов никаких рекомендаций мы не услышали, что не брать налоговую или освободить, потому что пострадали не только мы, но в том числе освободить от налоговых льгот и платежей, в том числе и от банковских. Дать каникулы на месяц всем, ну, в любой форме. Но пока ничего из этого не прозвучало в эфире. Ну, вот в пятницу было заявление, что в общей сложности миллиард будет потрачен на поддержку и туристической отрасли, в частности, и, наверное, про автоперевозки тоже подумали. Вот те меры, о которых там было сказано, там было сказано и о возможных каникулах, вот так называемых, да, налоговых, и о возможной поддержке в виде кредитов и каких-то льгот, насколько это действительно могло бы помочь. Ну, смотрите, первое, что я там услышал, это более 200 миллионов на больничной, да? Да. Так как наша отрасль должна, как и медики, да, все-таки не допускать ни паники общественной, ничего, да, то в нашем случае больничные, это, ну, когда человек действительно болеет, да, мы не можем кого-то поставить на больничные. Если просто какое-то подозрение, что у него, ну, какие-то симптомы появляются, да? Да, но вы поймите, да, что все машины, они едут в те регионы, которые могут быть, ну, под запретом. Все обозначены. Никто, как я понимаю, ситуация такова, что нам это все, ну, впервые, да, так же, как и правительство, так же, как и бизнесу, да, и это действительно такая ситуация и время, чтобы показать какое-то единение как той же и той Европы, как того же правительства с народом и с бизнесом, да, потому что вызов такой довольно-таки серьезный, да, и как мы будем вместе взаимодействовать, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, когда идут предвыборные обещания и так далее, ну, и народ, и бизнес, он немного устал от этого всего, да, и требуются какие-то конкретные действия, и действия в чем? Чтобы кто-то взял ответственность на это, да? Ну, смотрите, вот действительно водитель побывал в регионе, который считается зараженным, возвращается в Латвию по всем, как бы, я понимаю, по законам он должен двухнедельный пройти карантин, то есть, ну, вот здесь, вот это вот, вот это как раз. В жизни выглядит так, я говорю про конкретного водителя, он еще не успел вернуться, у меня из маленького города есть водитель, его уже нашли, значит, власть текущая там, Кудовская, взяли расписку с семьи, что когда он вернется, он должен две недели быть дома. Вот с какого момента, когда он пересек границу Латвии, у него рейс, например, должен идти из Германии в Россию, и нам остановить перевозки все, в том числе, и транзитный, ну, или местная перевозка. То есть, следующий, у него не было контактов никаких, он в своей кабине достаточно ограничен, он едет, ну, Германию обратно, в Польшу обратно, возвращается в Латвию, две недели карантина, так у нас столько людей не будет. У нас вообще нехватка людей. У нас, мы и так наняли, ну, иностранных рабочих, ну, во многом, они сегодня обеспечивают работу отрасли, ну, наверное, на 50% иностранная рабочая сила обеспечивает работу транспортной отрасли. Что нам делать? И посмотрите, что происходит, немножко перебью, да, первое опять, что мы видим, это отказ от выдачи виз, да, опять же, у нас нехватка людей, у нас в основном люди уже у многих, это граждане третьих стран, да, вот, предположим, даже на моем предприятии в понедельник хотел оформлять три визы, да, это, соответственно, три машины, да, соответственно, эти машины мы могли бы привозить сюда или в какие-то данные регионы другие товары, что будет, я не смогу. Это первое, что я увидел. Мы отказываемся от выдачи виз, рабочих, нерабочих, пусть объяснят, но мне кажется, это так, да, что и рабочие визы многоразовые выдаваться не будут. Получается тогда, что мы уже отрезаем какую-то конкретную уже часть водителей от того, чтобы они выполняли свои функции, да. Гоняем отрасль, опять, в долговые обязательства, потому что грузовик взят в лизинг, каждый месяц надо 2 тысячи евро заплатить за лизинг этой машины, на нее нет водителя, которому не дали визу. И он просто... Машина просто стоит, и в этот момент, как бы мы, про то, что я говорил вначале, мы ждем, что банк сказал, «Хорошо, мы готовы подождать». Но пока, вот если говорить, они, да, что-то сказали, сделали предположение, но физически мне нужно услышать, что вот мы, грамотная, да, она понимает, что 15-го или там до 20-го числа мне надо заплатить налог, допустим, в апреле месяце. Я не буду его платить, потому что у меня каникулы. Ну, нету пока такой информации конкретной. Вот она прямая физическая льгота. Пока есть разговоры, вот если пострадала. Ну, вот самый главный вопрос, кто будет платить за этот банкет, когда на карантине на две недели уходит, ну, на карантин водитель. Здоровый. Да, ну, здоровый водитель, он находится две недели в простое, получает он зарплату, получает ли он, кто вот обеспечивает его просто? Мы должны понять правила игры, да, пока что это, ну, четко тоже не прописано именно, да, но опять же, если работодатель, да, транспортная фирма, руководитель посылает в какой-то регион человек, да, ну, предположим, в ту же Италию, да, никто не отменял эти рейсы, да, там действительно из Италии сложно было проехать, вот в пятницу столкнулись, опять же, также и бои машины, что Словения закрыла вход, выход из, с итальянским товаром, да, приходилось приезжать его, минуя эти посты, да. Какие-то искать все время. Просто человек заболеет, да, ну, заболеет, причем на производстве, да, кто виноват, работодатель? Ну, давайте тогда объясним себе, я говорю, тут все вновь, да, у всех, надо, ну, понять правила игры, и мы не просим, мы требуем помощи, да, мы уже и обращались, и будем обращаться, да, даже, ну, элементарные простые вещи, да, вот сейчас, ну, необходимо, вы видите, что происходит в магазинах, да, полностью там сметаются, кто-то смеется, кто-то не смеется, но есть паника у людей, да, и средства массовой информации, я считаю, тоже очень сильно на это влияют, да, потому что, ну, вы сами понимаете, сейчас у каждого вот этот телефон, да, он это ни одной положительной новости, ну, что думать, да, ну, такова реалия, да, но когда местные перевозки, да, облагаются, предположим, гипотетично, 11 евро в день мы платим за дороги, да, ну, простой вариант, ну, хотя бы на месяц вот этого всего, ну, уберите эту плату за дороги, ну, это уже будет большое, по спорю, 30, 40, 50 машин, вот, почитайте, 400-500 евро в день надо платить только за дороги, да. Но пока к отрасли не обращалась, правительство, мы знаем, что будут встречаться с туристической отраслью, для того, чтобы понимать, как... Уже на прошлой неделе встречались, вот наш председатель, генеральный секретарь Александр Працелуйков встречался, высказал свое мнение, свое видение, да, и не только свое, ну, как бы, видение ассоциации, да, чтобы нас признали все-таки наряду с такими отраслями, как туристические, но это сразу видно, да, и авиаперевозки это та же самая логистика, да, и, ну, все это понятно, да, и посмотрите, мы еще столкнулись с тем, что, ладно, коронавирус Европы, да, ну, а что творится с российским направлением, да, потому что, ну, экономика замедлялась, плюс теплая зима, плюс коронавирус, не договорились с странами ОПЕК Россия, да, упала на 30%, и сейчас с утра я опять посмотрел еще на 5%, упала нефть, вследствие этого валился курс рубля, плюсов никаких, только единственное, что дешевое топливо, ну, это палка в двух концах, там, российская сторона тоже не покупает то, что хотела покупать, потому что при привозе туда на рынок, да, ты продаешь и еще терпишь убытки, мы это все проходили, да, и получается, мы со всех сторон у нас такая вот ситуация, какая она есть По поводу нефти уже, вы тоже заикнули, что именно сейчас все это происходит, и автоводители простые радуются тем, что цены на чуть-чуть падают, и на бензин, на конечный продукт, да, для вас это никакой роли глобально не играет? Ну, как роль, что такое роль глобальная, да, глобальная, ну, да, на европейских заправках мы видим цены дешевле, да, смотрите, опять же, что буквально недавно сделало наше правительство, оно повысило акциз, да, когда-то нефть вырастет, мы увидим все больше цены, да, это, ну, единовременно, все такое, уже в основном большинство транспортников, которые едут, как это, ну, не печально, мы с ассоциацией продавцов горючего тоже сейчас обсуждаем всю эту ситуацию, да, очень многие транспортники заправляются в Литве, в Литве просто ты уже без НДС напрямую берешь топливо и заправляешься, да, многие государства, не буду перечислять, потому что могу где-то ошибиться, да, но возвращается, многим большинством государствам возвращается акцизный налог, у нас он не возвращается, у нас он повышается, но не возвращается, да. То есть транспортникам возвращается акцизный налог? Да, 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 так же как и НДС, бельгийцы, французы, да, просто говорю, не буду перечислять, но он возвращается, да, у нас не возвращается. Очень многие, вы поймите, что у нас настолько мало государства и расстояние, да, между той же самой Литвой, сколько, 100 километров – это ни о чём, а там всё дешевле. Надо понять, может быть, когда мы увидим всю эту формулу, и потери, и ассоциации тоже подготовят по топливу результаты. Может быть, как-то какой-то всё-таки бизнес-подход возобладает в умах. Про коронавирус ещё чуть-чуть. Если говорить на сегодняшний день, были ли уже отказы от каких-то перевозок, сложностей, когда вы понимали, что, например, в той же Италии кто-то не хочет у нас, говорит, что лучше нам не надо ничего оттуда? Безусловно, безусловно. Во время принятия решения, ехать или не ехать, в том числе коронавирус, водители частично отказываются, и риски, что потом его тебе нужно посадить на две недели, они преобладают. Экономика в первую очередь. Потери денежных средств от непоездки и принятия решения, ехать или не ехать в ту или иную страну, первично сейчас. Не человеческий фактор, опять же, тоже семья и так далее. Наши водители не могут месяцами находиться внутри Европы или внутри Германии. Это как раз к мобилити-пакету. Нам уже это запретили. Ну, в процессе. В процессе запрещения, да. Но всё равно, там ограничения по перевозкам не более пяти в стране. Дальше там уже люди просто рискуют, нарушая правила немецкие, французские, бельгийские. Больше пяти перевозок, это считается каботажный перевозок, её производить нельзя. Ну и плюс, я понимаю, что ещё вот эти восемь недель, через которые должна вернуться, ну, этот транспорт должен вернуться к местному назначению, это опять-таки получается, что чаще всего его приходится гнать порожняком, что создаёт. Ну, опять же, сейчас вот это всё на последних стадиях подписания, уже одобрения Европарламента. Мы подготовили вместо совместно с Линавой, такая же есть ассоциация в Литве, именно как вообще назад транспорт, когда возвращается, как это сильно изменит, ну, выбросы по экологии и так далее. И они же борются с этим, ну, как бы борются с этим, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что идёт лоббирование больших стран, да. Местного перевозчика европейского. Да, это Франция, Германия, борются, кстати, даже, ну, можно сказать, не с нами, да, а с румынами, с болгарами, с поляками, да. То есть, это старая Европа попытается поставить заслон против восточной, да. Они сначала открыли свой рынок и получили дешёвого перевозчика. Ну, цены на зарплату болгарина, румына и поляка, они совершенно другие от немецкого. Немецкий рабочий обходится там около 5000 евро работодателю, ну, а наш не больше трёх вместе с налогами, 2,5-3. Вот ответ на вопрос. А когда у них рухнула местная перевозка, когда они открыли рынок на Каботаж, там местные склады, ну, объективно, они не стесняются нанимать дешёвого перевозчика, логистика дёшево, быстро, то же самое. На каком грузовике привезут им груз, хотя и грузовики у всех одинаковые практически, им всё равно. И они документы делают, и на шведском рынке наши работают, ну, внутри рынка, да. Предприниматели, бизнес и деньги на это мало обращают внимания. Можно 5 Каботажных перевозок, будут делать столько, сколько есть их. Ну, никто не останавливается. А теперь, когда они с этим столкнулись, они поняли, что у них местные транспортные компании разоряются. Как от этого избавиться? Запретить то, что разрешили когда-то. Вот мы к этому пришли. Он говорит, совместно с Линамом мы подготовили то, что вот от нас вообще можно, как-то нашими ресурсами, да, подготовили исследование, да, о выбросе вот газа. Плюс очень часто, очень часто они не слышат, вот чиновник, занимающий какие-то посты, принимающий решения, выступающий в движении, они как бы внутри не до конца темы. Они не понимают нюансов, в том числе перевозок. Вот, например, сейчас, ну у нас, вы взяли, ввели контроль топлива на границах. Хорошо, ну мы поддержим. Я тоже за то, чтобы топливо лишнее не завозили. Здесь там российский, белорусский перевозчик приезжает, зальет топливо, продаст его. Нам это абсолютно невыгодно, да. Но при этом выведена какая-то теоретическая формула, не привязанная там, ну с точки зрения технической. Вот мы решили 40 литров на 100 километров. Есть трехосные грузовики, есть четырехосные грузовики. Просто взята норма, государственный чиновник, принимая это решение, он не задумывался. То же самое, например, сталкиваемся с тем, что вот по штрафам. Штрафы за дороги. 11 евро надо заплатить каждый день за дорогу. Хорошо. Какой штраф вы знаете? Знаете, штраф за нарушение. 500. 500 евро в 50 раз превышение штрафа за то, что вовремя не купили. Дальше начинаются технические вопросы. Ну, Юрмальская дума, отвлеченно, она все-таки сделала разрешение, ты можешь купить дорогу в течение дня. Ну, поехал и в этот день купил. Нет, у нас кругом, значит, они привязали радары уже, считают с номеров, как бы, да. Менеджер, представляете, 50 машин, 100 машин у человека. Менеджер должен купить водителю дорогу. Это все происходит в интернете просто, ну, 2-3 минуты. Ну, менеджер свою работу. Он купил дорогу, например, с двух часов. Водитель выехал без 15,2 на латвийские дороги. 500 евро штраф. Ответ простой. Покупайте за год. И мы все никак не могли понять. То есть, штраф был сначала 120 евро, потом его почему-то взяли и подняли на 500. Такая мера вообще драконовская, непонятная. Причем, если сравнивать с европейскими странами, такого нет. В Германии там, ну, не купил дорогу, тебе задним числом придет бумажка, оплати, пожалуйста, будь здоров. Все. Почему здесь? По факту. По факту двойной. Разные бывают случаи. Бывает техника, у них коробочки там, бывает техника отказывается. Вот. Но сам принцип в 50 раз. Так вот, нам объяснили логику, когда наш государственный чиновник принимал это решение. Они подумали, что годовой абонемент стоит 700 евро, поэтому штраф 500 евро – это нормально. А то, что мне, например, ну, надо два раза в месяц покупать, у меня в год, ну, 200 евро будет прямых затрат. Ну, зачем мне это нужно? Платить 700 вперед. Нет. И мы, ну, да, ассоциация уже написала одно письмо там с прецедентами, но ответ – полгода рассмотрения. И не факт, что они, ну, передумают и переделывают. Это прямая помощь транспортной отрасли всем. Причем это коснулось местных перевозчиков. Эти несчастные колхозники, выезжая на своем джипе, который больше трех тонн, тоже должны заплатить 250-300 евро штраф за то, что он не купил вовремя дорогу. А точно так же, как бы, это норма, ну, что они придумали почему-то с трех тонн. Почему во всем европейском, на всем европейском пространстве 3,5 тонн ограничения, платная дорога, начиная с 3,5 тонн? Почему у нас 3 тонны? Ну, то есть это некомпетенция чиновников? Да. Сто процентов люди, принимающие постановление, думают не о том, чтобы, ну, получить плату за дорогу, ну, справедливую плату за дорогу. Окей, есть евро-дон-регулок, который говорит, что мы должны платить за дорогу, дороги платные. Все, мы поддержим. Ну, это грузовое движение. Почему обложили несчастных фермеров? Он купил этот джип, чтобы возить свою корову, 3 тонны, и задним числом у нас поменяли законы, не первый раз, кстати. А почему никаких вообще нет консультаций с вами, как с перевозчиками, перед тем, как принимать такие законы? Ну, эти были законы приняты до, но мы почему? Мы консультируемся, мы делаем разные группы. Наш генеральный секретарь сейчас очень активно сотрудничает с Министерством сообщения, с таможней. И я думаю, это принесет все-таки в концовке плоды. Даже такая ситуация, ладно, коронавирус, понимаете, глобальные проблемы, не знаю, как еще это назвать, они обнажают просто всю суть вообще, что происходит. Сами знаете, что у нас происходит в здравоохранении. Сейчас эти люди тоже, ну, хорошо, сейчас это так, это все не сильно коснулось. Ну, как, не знаем, что будет завтра, да, но посмотрите, да, люди бастуют, чтобы им увеличили зарплаты, да, не увеличали. Ну, а сейчас кто на острие атаки, да, или обороны, как это сказать? Мы, простые сотрудники медицинских учреждений, даже бедные те кассиры, вы представляете, к какому вообще у них, да, вот как они работают и за какую зарплату, да. И сколько мы видим в средствах массовой информации, сколько сейчас стоят маски, да, вот буквально вчера 50 евро, да, а кто делает основную работу, это, ну, простой кассир. Не знаю, сколько он зарабатывает, но я думаю, там, чуть больше минималки, да, это общение с людьми, грязные деньги и так далее, да, но цены увеличиваются, я думаю, непропорционально. Когда пришла, откуда не ждали. У нас есть звонок, мы попросим вас надеть наушники. Телефоны в студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, доброе утро. Доброе утро, полностью согласен. По поводу дорог еще есть такой казус, не знаю, как он получается, но, например, по бесплатной дороге, потом кусочек, например, 800 метров платная дорога, и потом она идет опять бесплатная. То есть, мне, например, нет смысла купать дорогу на месяц, но надо проскочить этот кусочек, и на этом кусочке дежурят посты ГАИ, и вот за проезд вот этих вот 500 лет, местами 200 метров, надо платить по 500 евро. Это просто рейк со стороны государства. Ну, опять же, такой вопрос и такой же ответ. Мы видим это, как те же транспортники, да, что по километражу. И все, и вот этот вопрос, он сразу станет. Я еще добавлю, значит, занимаясь грузовой перевозкой внутри города, да, мы столкнулись еще с тем, что, например, Рижская дума когда-то ввела ограничения на подвижение по мостам, но при этом говорится о том, что можно перемещаться через Московский мост в обратном направлении в сторону города. Если вы посмотрите на знаки, то со стороны Балдырая, Иманты, везде стоят грузовым запрещено, и для того, чтобы попасть обратно в центр города, надо выезжать на Юрмольское шоссе. Это облагается 11 евро штрафами. Естественно, назначая перевозку, цену на перевозку внутри города, ну, ты говоришь, сколько она стоит. Потом оказывается, что тебе надо добавить 11 евро, значит, услуга подорожала, подорожал конечный продукт. Почему? Ну, нельзя было, во-первых, увеличить это расстояние загородное, потому что оно не должно начинаться там сразу с границы города. Или тогда Юрмольская дума, и Рижская дума, или Рижская дума, и Дорожный департамент между собой должны этот вопрос как-то решить. Но права наши ограничены. Да, еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Такой вопрос, конечно, может, вы не сможете ответить. Вот если человека, например, отправили на месяц или больше, не оплачиваем отпуск, ему можно не платить за еду, за квартиру и так далее, остальные счета? Кто будет оплачивать? Человеку, вынужденного, которого выкинули с работы на время или на все время. Ну да, вот мы уже касались этого вопроса. Ну, поймите, да, вот по нашей отрасли, да, у меня есть еще другие отрасли, да, и мы видим, что в Литве закрываются магазины, закрываются рестораны, кафе. Я так, по крайней мере, это, ну, слышал. У нас кинотеатры уже закрыли. Да, да. Кто за это все будет простым людям платить? Потому что им надо есть, им надо себя обеспечивать, им надо платить за коммунальные услуги. Даже простой вопрос, да, не будем касаться ТТОИК, да, этот, ну, который мы все не можем никак отменить. Люди сидят дома, их призывают сидеть дома. Что с электричеством? Может быть, как-то прибыль от электричества все-таки, ну, на какой-то момент убрать? Ну, это простые вопросы, но, опять же, у нас простые вопросы требуют столько согласований. Обычно, как всегда, это происходит. А здесь, ну, нету времени, как я понимаю, да, как все понимают. Должно быть четко, ясно, ответ, вопрос, вопрос, ответ. Ну, да, потому что, например, простой человек, который, например, не делает каких-то накоплений, живет от зарплаты до зарплаты, для него это становится шоком, что месяц, например, он не получает доходы, и вот на что ему жить, на что ему покупать продукты, как платить за коммунальные... Да, 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 государственная институция, ну, посмотрите на аэропорт, они взяли просто уволили людей. Потенциально я понимаю, что у этих людей будет пособие, так? Да. Вот. А что нам уволять людей на месяц всех? Ну, да, у нас... Ну, что делать отрасли? Есть специалисты, с которыми ты работаешь, ты их выращиваешь годами. У нас пропали институты обучения все. ПТУ нету, каких-то курсов, курсы водителей есть, но это не профессиональное образование, да, пошел на курсы. Раньше, ну, после технического училища ПТУ приходил тебе какой-то специалист, он получал общую систему образования. Сейчас это просто люди, получившие категорию, и они фактически ничего не умеют. Ты берешь этого человека, обучаешь его, потом говоришь, я тебя увольняю, потому что мне так выгодно. Он говорит, ну, ладно, спасибо. И он поехал в Германию работать. Уже обученный. Обученный. А сколько у нас к этим категориям относятся все? Врачи, ну, все, практически всех специалистов, которые кое-что-то умеют делать, автослесаря, газовщики, работники, водоканализации, строители, все разбегаются по странам мира. У нас отношение к предпринимательству со стороны государства выглядит, ну, выглядит, ну, мягко скажем, пренебрежителем. У нас нет уважения от государства, что каждый предприниматель, рабочее место, которое он создал, нужно ценить и уважать, и заботиться о том, что если люди просто не просят у вас денег, скажите им спасибо за это. По поводу гастарбайтеров и рабочей силы хотелось бы поговорить. Вы уже отметили, что рабочая сила у нас не только местная, и что невозможно только местными ресурсами обеспечить. Из каких стран? И вот на сейчас будут ли какие-то сложности, проблемы с ними? И из Украины мы знаем, что бывают страны с Кандинамией. Ну, страны довольно-таки в основном это Россия, Украина, Белоруссия. Три страны, которые поставляют нам рабочую силу. Где положение у людей хуже, чем у нас. Опять же, в нашей отрасли такая крупная фирма, как Динотранс, да? Там филиппинцы работают и очень хорошо себя закомендовали. Они, ну, спокойные, знают английский. Да, сидят в машине по полгода, потому что все-таки белорусские, украинские, российские водители хотят попадать домой, но они два месяца могут выдержать, потом им надо на две-три недели попасть домой. Эти приезжают, по году даже работают. Не, ну тут, понимаете, здесь больше идет как бы как сарафанное радио, да, с какой-то стороны, предположим, России, город, и потом так далее. Потому что взять кого-то, опять же, это большие риски, да, потому что вы сами понимаете, сколько везется груза, какая его стоимость, да, это довольно-таки, ну, непростое занятие и рискованное. А я понимаю, что пакет мобильности теперь предусматривает необходимость водителю ночевать в каком-то, там, условно говоря, мотеле, то есть там вот это опять увеличивает риск, что ему нужно выходить из кабина, куда-то ставить машину. Понимаете, нет вот этой инфраструктуры, начнем с этого, да, что вы представляете, о каком вообще идет речь. Европейский чиновник не подготовил для этого ничего, кроме желания, там, ограничить и сохранить рынок. Вот то, о чем вы сказали. Машины бросаются на произвол судьбы. Вот если кто был в Германии, видел эти, ну, во Франции, везде, ну, много, сотенные парковки грузовиков. У нас и так во время сейчас, когда рядом с тобой останавливаются, ну, скажем, водители странных государств, там, Румыния, Польша, топливо пропадает, режут тента, там достаточно много появилось там криминальной составляющей, когда происходит кража. А теперь просто этот водитель должен на два дня уйти от своей машины в гостиницу и оставить это транспортное средство. Если там по WhatsApp присылают разные картинки, стоит машина без колес. Ну, просто, ну, а кто их будет охранять? Водитель же в гостинице 45 часов. Причем вторая составляющая этой же. Европейский чиновник так заботится о нашем водителе, обо всех водителях, да, что он хочет, чтобы этот человек жил в хостеле. Ну, это должна быть дешевая гостиница, мы же не готовы платить за пятизвездочный, правда? Что в хостеле происходит? 8-10 человек находятся в ограниченном пространстве на двухъярусных кроватях, там, болезни, пьянки, там, ну, черт знает что. Или мы покупаем машину за 80 тысяч евро, и в этой кабине у него чайники, телевизор, он там один, у него там чисто, у него две кровати, там, они могут и вдвоем, ну, находиться, ну, максимум, да. У него все хорошо, ему нужен только туалет на заправочной станции, что лучше. Но об этом европейский чиновник просто не думает. Сделали даже акции специальные, привозили, ну, новые машины, не только новые, да, и в Брюсселе, и так далее, и там ночевали, ну, просили, говорит, переночуйте, посмотрите, и даже некоторые, ну, представители отрасли переночевали, да. Ну, там достаточно комфортные условия, да, потому что, ну, действительно, там это речь идет о 100 тысячах, да, и стоимость этой машины новой, да, там довольно-таки комфортабельно все, да. Точно лучшие в хостеле, точно лучшие в хостеле. Ну, осталось купить такие машины для всех водителей. Вот у вас недавно был Андрис Америкс, да, я там смотрел два дня тому назад или как, вот, и он, также и Роберт Зиль, они в транспортном комитете, да, мы с ними поддерживаем связь, ну, стараемся тоже им консультировать по каким-то вопросам, они нас, мы, ну, пытаемся как-то взаимодействовать как ассоциация, да, но единственное, что надо понять, что есть некое лобби, как вы сказали, старая Европа, да, новая Европа, ну, это, это факт, да, по большому счету, все мы все прекрасно понимаем. Что с компаниями в Латвии? Мы знаем, что достаточно много и открывается компаний, которые не латвийские, а филиалы, например, или там приходят из той же Скандинавии, например, тут открывают. Есть ли какая-то конкуренция между местными и зарубежными компаниями составляет какие-то сложности? Понимаете, зарубежные компании, которые приходят, априори, они, ну, не затрагивают некоторую часть, ну, того рынка, который уже изначально, как бы, ну, это вот на российское направление, или даже, ну, просто восточное, Казахстан, Украина, Белоруссия, Россия, зарубежным компаниям, правило, это неинтересно. Местные перевозки, как правило, неинтересно, да, не будем скрывать, что в основном международные компании, да, будь то это наша отрасль или IT, к чему они приходят, ну, к уменьшению своих, ну, издержек, да. Сейчас же этот мобильный пакет, наоборот, заставит их, ну, прийти к себе в альмаматор, что им тоже не нравится, да, и также наши крупные фирмы, да, заставляют, как будто литовские и латвийские просто поменять юрисдикцию, да, и отсюда что? Опять у нас меньше государства будет денег. И, с одной стороны, государственный чиновник в какой-то момент за счет нашей дешевизны определил, что люди из Германии, Франции, Швеции начали открывать, действительно, здесь, ну, свои транспортные компании, и сдержки меньше. Наших водителей они не трогают, у них там, как правило, свои, но они сюда приносят годовые налоги за дороги, плату там за, вот, текущие сборы, чтобы открыть эту страховую компанию. У них меньше страховки, безусловно, поскольку регистрируют эти латвийские машины, может быть, даже их здесь чуть-чуть приобретают, все выгодно, государству выгодно. Я не вижу в этих людях, ну, конкуренции, да, и сейчас, как Саша сказал, как только им правила игры поменяют, бизнес считает деньги быстро, он переориентируется, как только им хотя бы приблизительно восстановят их местные налоги, они заберут все обратно, сдадут машины, и эти деньги перестанут сюда поступать. По страховке тоже ОКТ, это очень такая драматическая ситуация, мы вот уже как от лица ассоциации, да, ведем переговоры, не буду говорить с кем, с кем-то были неудачными, сейчас, надеюсь, будут удачными, да, и мы уже видим на лицо, что рынок отреагировал снижением ОКТ, да. Именно для перевозок. Именно для перевозок, да, хотя не было никаких вообще каких-то либо, как сказать, причин, ну, по понижению только повышение, говорили буквально недавно. Ну, вот сейчас вот мы видим, что понижение, может быть, мы дойдем до общей какой-то точки, что все-таки, ну, сделано все воедино, да. Вы видите, что превратилось, вот если вы как-то следили за нашей отраслью, как банки реагировали на транспортников, да, именно на закрытие счетов. Вот у меня, ну, четыре транспортные компании закрыты счета, были в Ханзебанке, это как, ну, Светбанк, да, 20 с чем-то лет я был клиентом банка. Ну, переориентировались, да, сейчас я вижу, что в банках есть платежные системы, да, у всех, это тоже не секрет, всем многие переносятся туда, но давайте тоже как-то, ну, понять, что нам надо. Сейчас, хорошо, мы вышли из этой мани-вилл, да, серой зоны, может быть, нам говорят, что будут какие-то поблажки с этой стороны банковской, да, но вы поймите, абсурдная ситуация, что латвийской компании легче открыть счета где-то за рубежом, и там не будут никаких проблем. Или просто открыть какую-то платежную систему, будет та же самая по ИСР, ну, о чем мы можем говорить? Мы уже даже не говорим о кредитной составляющей, что, ну, не дается кредит и так далее, просто-напросто простой расчетный счет, где есть какие-то правила игры. Извините меня, мне как предприятие, мне нельзя заплатить штраф в Российскую Федерацию за, ну, за нарушение там административное, потому что это, ну, нельзя сделать, и ответ простой, нельзя, это как? Так, абсурдная ситуация, что служба госдоходов говорит предпринимателю, когда он говорит, мне не открывают счета, открывайте счета в другом государстве. Это практика, это практика. Человек говорит, я, ну, не могу открыть, я должен вам заплатить, ему насчитали штраф, мне закрыли счета. Вообще, здесь отдельный момент, скажем так, агрессивность службы госдоходов относительно предприятия. Это вот моментальное насчитывание штрафов, закрытие тем самым предприятий и уменьшение количества рабочих мест. Ну, был какой-то период, я могу их понять, что, ну, наверное, какое-то количество серой экономики происходило, люди там игрались, извините, с ПВН и так далее. Почему всех под одну гребенку нужно? Мы работаем, у меня предприятие там с 93-го года работает, всех под одну гребенку, без разбора, моментальные штрафы, двойные штрафы. Такого налогообложения ракетерского, ну, нету, наверное, нетрудно сказать, в каких странах еще оно есть. Ну, просто идет вопрос на уничтожение предпринимателя. Для чего? Скажу просто такую вещь, что 2008-2009 год, кризис, ну, ничему, никого не научил. Напечатали, ну, образно, грубым языком деньги, погасили пожар. Ну, вот посмотрим, что сейчас, да, потому что, ну, вызов большой, да, давайте сделаем кровоспускание всего организма, да, только надо понять, что, ну, что будет дальше. Кто останется, как он будет, играйте по каким правилам. У нас совсем мало времени остается. Что ваши прогнозы? Мы сегодня хотели поговорить о возможных ценах на следующий год, но я так понимаю, что достаточно сложно сейчас что-то прогнозировать. Кто-то сравнивает с кризисом вот этого 2008-го года, говорит, что будет легче, мягче и все не так страшно. Ваше ощущение? Мое видение такое, что, как хочешь рассказать, не смеши Бога рассказать свои планы, да, это популизм, сейчас что-либо говорить, да, потому что такая ситуация, как сейчас, она, ну, на всех, не на моей, а на всех человечестве в практике впервые, да, потому что, что, там, если говорить про пандемию, да, то, там, 18-й год, это исполнение. Ну, у нас все-таки цивилизованное общество, все-таки там, это Первая мировая война, здесь у нас что, у нас современно. Ну, давайте будем смотреть правде в глаза, никто ничего не знает, да. Спасибо, исполнительный директор Латвийской ассоциации международных автоперевозок Латвия-Салта Александр Черскасов и Аркадий Прайс были у нас в студии, будем общаться и, конечно, через какое-то время, думаю, опять встретимся в студии для того, чтобы поговорить уже о том, как отрасль отреагировала, и мы надеемся, да. Спасибо, всем удачи, всего хорошего. Спасибо, до свидания.